Турнир памяти Бладуриной считается одним из самых крупных в России. Несмотря на ненастную погоду в футбольном поле Дюссша, нефтехимик свои команды выставили в 8 спортивных школ. Сызра, Незеленодольск, Казани, Набережная Челна, Альметьевск и Нижнекамск. 8 команд участниц разделены на 2 подгруппы. Нижнекамск представлен в обеих, нефтехимикам и шинникам. Сегодня прошли игры первого тура. Хотели на этот турнир приехать и ждали это приглашение. Ну вот погодные условия, конечно, немножечко пугают, пугают. Но все в равных условиях находятся, что весна такая. Соперники не пугают? Соперники нет, не пугают. Все равны. Как шансы свои команды оцениваете? Да как бы, знаете, у нас таких задач нет, чтобы занять первое место. Главное, чтобы каждый из них показал свою максимум. В прошлом году победителем турнира стали представители Казань, Дюсша, Вайхитовского района. Приехали ребята и в этом году. У нефтехимика в прошлом было серебро. Мы готовились ко всем играм. Предыгровые делали тренировки, играли с другими годами наши. Ну и из нефтехимика. Но мы готовы к турниру были. Кто из соперников самый сильный, на мой взгляд? На мой взгляд, или Ваххитовский район, или Зеленодальск. Сегодня нефтехимик сыграл с Камазом Шинник, встретил сопротивление казанцев. Завтра нижнекамская команда сыграет против Альметьевской и Сызрани. Турнир продлится до 31 марта. Тогда и станут известными на победителей и призеров. Кирилл Довкаев, Масель Джураев, Новости НТР.